Доброе утро! Эрнест Хемингуэй, как ты написал? Хочешь продолжить начатое? Не сбивайся с ритма. Перефразировав слова писателя, можно сказать Хочешь провести день продуктивно и по плану? Задай себе правильное настроение с самого утра. Ориентиры у всех могут быть разные. Кто-то улыбнется первым лучам солнца и золотым краскам за окном. Ну а у кого-то умиление вызовет улыбка ребенка. А вот утренний эспрессо и я, Екатерина Тарасевич, предлагаем зарядиться энергией и позитивным настроем еще и от хороших новостей из жизни Брещины. Итак, начнем. Сегодня в утреннем эспрессо. Эй, вы там, наверху! В теме дня узнаем, как по закону наладить добрососедские отношения. Протяни руку помощи. Данилу Страшинскому нужны средства для продолжения лечения. Приют для ненужной электроники. Куда можно сдать старый компьютер или телевизор, узнаем у гостя программы. Сегодня 29 сентября, понедельник. День в народе называли Ефимия – птичья косточка, так как благодаря пернатым наши предки узнавали характер предстоящей зимы. Для этого ловили глухаря или утку. И если птицы оказывались большими и жирными, то ждали сильных морозов. Обращали внимание на другие приметы. Если погода в этот день была теплой и сухой, то зима предполагалась поздней и мягкой. Если же слышали гром, то ждали бесснежную зиму. Что ж, с помощью пернатых узнать о предстоящих холодах нам будет гораздо сложнее. Да и не стоит, наверное, заглядывать так далеко. Давайте лучше прямо сейчас узнаем прогноз погоды на сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая вот погода ожидает нас сегодня. Но ее, как известно, выбирать нам, к сожалению, не приходится. Как, впрочем, и многое другое в нашей жизни. Например, соседей. Кстати, не так давно в Минске, в первой в нашей стране, рассматривался в суде иск о выселении очень шумного, по словам изца соседа. И согласно новому жилищному кодексу, ответчик даже мог лишиться квартиры. Вот о том, какая вообще ответственность существует сегодня за нарушение правил пользования жилищным помещением, и в каких случаях дебоширы могут лишить квартиры, мы узнаем сегодня у гостя программы. В студии Сергей Соболь, адвокат. Сергей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Ну вот несколько слов в начале вот по этому делу. По-моему, иск там так и не удовлетворили, да? Да, иск не удовлетворили, но там была довольно-таки интересная ситуация. И суд не то чтобы не удовлетворил, скажем так, суд сделал последнее предупреждение. И сказал, что если вдруг такое повторится, то в следующий раз при обращении с иском в суд однозначно будут требования удовлетворены. Ну вот там ссылается, что в марте были какие-то приняты новые нормы или изменения в жилищный кодекс. Что это такое? Как было раньше? Ну изменения были приняты еще в конце 2013 года, вступили в силу в марте. Да, действительно есть там интересные моменты, в частности по выселению шумных соседей, так скажем. Раньше было предусмотрено, что только тех лиц, которые портили жилые помещения, использовали не по назначению, можно было выселить. Сейчас добавилась такая норма, что которые нарушают порядок проживания в жилых помещениях. То есть шумят, либо каким-либо образом делают неудобства для других граждан. Ну вот конкретно нарушение, они в чем заключаются? После какого времени нельзя шуметь? Ну то есть в каком случае к тебе будут применяться вот эти вот нормы? Ну чтобы это применить статью, там как это написано, нужно иметь сперва три административных правонарушения, зафиксированных в течение года, потом предупреждение о том, что в случае, если повторится, тогда будем выселять, и потом и после предупреждения еще одно правонарушение, административное зафиксированное, связанное с нарушением порядка пользования и проживания. И тогда уже можно обращаться в суд. Что касается порядка пользования и проживания, то есть установленные законодательства, именно Совета Министров, порядок проживания и пользования жилыми помещениями, где четко зафиксировано, что, допустим, в вечернее время нужно слушать телевизор, смотреть телевизор, слушать музыку с приглушенным звуком, чтобы не заставляло неудобствовать соседям, и после 21, от 23 часов до 7 часов утра не создавать шума и вибрации, который мешал бы соседям. То есть вот ремонт, это входит сюда же, да, дрели, как обычно у нас часто распространены. Ну, у нас любят, да. Да, пошуметь вечером после работы. Сергей Сергеевич, хорошо, тогда какая ответственность на сегодняшний день, помимо возможности переселения из квартиры? Ну, до этого это административная ответственность, то есть в основном это штрафы. До 30 базовых величин могут применять, ну, в данном случае будет необходимо вызывать либо милицию, либо сотрудников ЖЭСа в зависимости от того, что происходит. А если уже три, как вы сказали, административных, то уже возможна ситуация, когда... Да, там уже высылается предупреждение, что либо успокаивайтесь, либо в дальнейшем могут быть применены меры, как выселение. А насколько важен факт зафиксировать вот эти шумы, громкую музыку, либо вот звуки дрели, чтобы в дальнейшем ты имел место какие-то доказательства? Ну, самим доказательством изначально будут именно постановления о привлечении к административной ответственности. То есть милицию вызываем всегда, да? Милиция, либо другой полномоченный орган, потому что в ряду этих случаев в праве, допустим, руководства ЖЭСа привлекать к ответственности административной. Вот, поэтому здесь, как бы, в принципе, по закону достаточно этого. Но если будет дополнительно что-то зафиксировано, то, во-первых, упростит работу и правоохранительным органам, которые будут привлекать к ответственности, либо собирать материалы для привлечения к ответственности. То есть будет намного проще и легче. Да и в суд потом это можно, опять же, принести, как подтвердить то, что действительно шумяет и действительно невозможно проживать с этими соседями совместно. Ну, а на Ваш взгляд, вот как адвоката, насколько реально, чтобы вот на сегодняшний день человека вынудили переселиться в другое место из-за того, что он шумел, доставлял неудобства своим соседям? Ну, реально, закон это предусматривает, но судьи очень жестко на это смотрят, поскольку Конституция у нас предусмотрена, что лишить человека жилья нельзя просто так, за исключением случаев, предусмотренных законом. А поэтому суд здесь досконально все выясняет и старается как можно реже применять такие исключительные меры, как выселение. То есть предупреждение, предупреждение, чтобы человек все-таки обрацентился и принял какие-то меры. И в заключение от Вас хотелось бы услышать несколько советов тем людям, кто на сегодняшний день так или иначе страдает от соседей, которые доставляют им какие-то неудобства. Ну, я бы советовал изначально не замалчивать, теперь попытаться побеседовать с соседями, но если уже не получается, то уже обращаться в соответствующие органы. То есть вызывать милицию, пусть привлекают, все-таки штраф до 30 базовых величин, уже на сегодняшний день такая уж маленькая сумма. Возможно, заставят пересмотреть свой режим. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, за беседу, всегда рады видеть у нас в гостях. Спасибо. Хорошего дня. Об ответственности за нарушение правил пользования жилищным помещением говорили сегодня с Сергеем Соболем, адвокатом. 29 сентября 1529 года утвержден и введен в действие первый статус Великого Княжества Литовского. Свод закона феодального права, памятник белорусской письменности, языка и юридической мысли. В этот же день в 1650 году в Лондоне состоялось открытие первого в мире брачного агентства. Его основателем стал англичанин Генри Робинсон. Клиенты агентства, помимо личных качеств, должны были в обязательном порядке сообщить и о своем материальном положении. 29 сентября 1794 года родился Игнат Хатько, белорусский писатель, мемуарист. Писал на польском языке, автор литовских рисунков, мемуаров, казначея, литовских преданий, психологической новеллы, двор на Антоколе. В 1897 году в Бенес-Айресе на подмостках Старичного театра Олимпа состоялась премьера спектакля «Креольский суд». Сам спектакль был ничем не примечателен, но один эпизод из него вошел в историю. Впервые на сцене состоялось исполнение танго, так что этот день можно считать официальной датой рождения танца. 29 сентября 2005 года в Минске по решению Президиума Совета Федерации профсоюзов создан Музей истории профсоюзного движения. Коллекция насчитывает более полутора тысяч единиц хранения. Экспозиция рассказывает о становлении развития профсоюзного движения с начала 20 века. В городе тихая осень, первые дни октября. Клён как-то листья сбросил, и стала другой земля. Оделась она царицей всего на несколько дней, Но как просветлели лица у проходящих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, Я попросил себе. Бог так одевает лирию, Цветущую несколько дней, Что Соломон великий, Меркнет при славе своей. Но верных, а делал Бог лучше, В праведность жизни своей. Чтоб просветлели души, Рядом идущих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, Я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, Я попросил себе. Осень, красивую осень, Осень, красивую осень. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, Осень, красивую осень. В городе тихая осень, Первые дни октября. Клён, когда листья сбросил, И стала другой земля. Продолжаем путешествовать, но теперь уже не во времени, а в пространстве. В ближайшее время, чтобы увидеть Эйфелеву башню, вовсе не обязательно будет отправляться в Париж. Достаточно 2 октября приехать в Пинск, в музей Белорусского полесия. Здесь откроется выставка музея шоколада. Единственная сложность, думаю, будет состоять только в том, чтобы удержаться и не съесть кусочек экспоната. Так как картины, копии зданий, скульптур, памятников, техника и герои мультфильмов, всё, что представлено на выставке, сделано из белорусского шоколада. Ну, а потом, если всё-таки удастся основательно подкрепиться сладким, тогда стоит организовать себе прогулку на свежем воздухе. Отличный вариант для полезного времяпрепровождения может предложить Беловежская пуща. Подробности в нашем следующем сюжете. За сотни лет оно не изменилось. Как было когда-то создано, так до сих пор и пользуемся. Как сделать бочки, кружку и другую деревянную посуду без единого зазора, Владимир знает досконально. У Бондаря все инструменты и станки эксклюзивные в магазине не купишь. Но секретами этого старинного промысла мастер готов поделиться. Для каждой посуды есть своё дерево. Скажем, здесь дуб. Ну, вот, для кружек, чтобы дольше служили. Также в бане дуб хорош будет. Ну, естественно, для засолок. Резьба по дереву, гончарство, пэтчворк и даже передвижная кузница. Этот музейный комплекс появился в гробовой Дубраве на месте старого хутора. На одной площадке собраны все старинные технологии наших предков. В крестьянской избе уникальные и универсальные предметы обихода позапрошлого века. Мочок, аллейка. Отсюда насыпали кориандр, укроп его выдували. И вот когда в холодное время, зимой, допустим, осенью, ждал с ребёночка, его ложили сюда, ставили на печку, чтобы ребёнок не замёрз. Вот это тоже интересные такие вещи. Это как бы сохранилось. И, слава богу, бабушкам, что они это всё сохранили. Бабикут – спальное место, колыбель, печь. Многие предметы, несмотря на возраст, в рабочем состоянии. И ещё один эксклюзив увидеть, который можно только в Каменецком районе. Технология двухосновного ткачества. Мария Кравчинская 14 лет назад овладела мастерством подвойного ткачества. Теперь секретами ремесла обучает молодых. Подвойное ткачество есть в Гродненской области. Но технология в его совсем не такая, как у нас. У них, как в Польше, у нас набирается узор сверху, а тот, польский, он набирается снизу узор. У людей неподдельный интерес, на самом деле, ко всем этим вещам. Нигде такого не увидишь. Сюда, как и в поместье Пущанского Деда Мороза, регулярно будут курсировать автобусы. Пока открылась только первая очередь туристического комплекса, который в перспективе обещает стать настоящим центром ремесла. А сейчас еще немного о том, как интересно можно провести свой досуг. Хорошая новость для пинских театралов. Не менее шести премьерных спектаклей планируют показать в нынешнем сезоне артисты Полесского театра драмы. Например, в конце октября зрители ожидают постановка молодежной драмы «Божьи коровки возвращаются на землю». Кроме того, весь сезон будет идти спектакль «Домой». Впервые он был показан на фестивале «Белая вежа». Причем, помимо театрального мастерства, зритель будет вознагражден и особой камерной обстановкой. Ведь Полесский театр уникальный, подобного в Беларуси нет. Сцена располагается очень близко к залу и создается впечатление, что зритель непосредственно участвует в игре актеров. Что ж, по-моему, идеальная обстановка, чтобы отвлечься от повседневной суеты. Ну а если какие-то вопросы все-таки требуют конструктивного решения, всегда можно обратиться за помощью в нашу рубрику «Горячая линия». Ее ведущая Анна Новик уже в студии. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет «Горячая линия» утреннего эспрессо. Пенчанин Николай работает водителем. В конце июля мужчина написал заявление на увольнение со сроком отработки в один месяц. На предприятии произошла поломка автомобиля, на котором работает Николай. Транспорт на ремонте, и руководитель уведомил Николая о том, что задержит его после окончания срока отработки на время ремонта машины. «Имеет ли на это право мой наниматель?» – спрашивает звонивший. Николай, если вы работаете по трудовому договору и увольняетесь по собственному желанию, то задерживать вас после истечения сроков обязательной отработки не имеют права. Следующий звонок поступил из Кобрина от Елены. Девушка в этом году получила первое высшее образование. На данный момент Елена нигде не работает, и ее интересует вопрос. Могу ли я вернуть подоходный налог за полученное образование? И где я могу это сделать? Елена, получить социальный вычет за первое платное высшее образование можно за три года. Обращаться следует по месту работы. Если вы нетрудоустроены, данный вычет может получить один из родителей по месту своей работы. Анна Петровна живет и работает в Каменце. Женщине остался один год до выхода на пенсию, но контракт с ней заключен до 2017 года. Дочь Анны Петровны одна воспитывает годовалого ребенка и звонившая задает вопрос. Могу ли я вместо дочери оформить на себя отпуск по уходу за ребенком и вправе ли мой работодатель препятствовать этому? Анна Петровна, вы как член семьи ребенка имеете право оформить на себя отпуск по уходу за ним при условии выхода вашей дочери на работу. Наниматель не вправе в этом случае вам отказать. Ольга Игоревна живет в Малорите. У отца женщины есть участок земли, на котором уже построен жилой дом. Возможно ли мне как дочери построить на этом участке свой дом, хочет знать Ольга Игоревна. Целевое назначение земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома означает возможность возведения только одного такого объекта недвижимого имущества. Поэтому строительство вами второго жилого дома на земельном участке будет являться самовольным и повлечет за собой последствия. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анна, спасибо. А мы продолжаем. И сейчас в нашей программе мы посмотрим сюжет о Данииле Страшинском, который вот уже не первый год ведет мужественную борьбу со своей болезнью. Благодаря вашей помощи Даниил уже неоднократно проходил курс жизненно важного и необходимого для него лечения. Однако, чтобы победа над недугом была окончательной, Данииле требуются дополнительные средства. На сегодняшний день нужно собрать 170 тысяч долларов. Каждому из нас, думаю, по силам протянуть руку помощи и помочь Данииле не оставаться в беде наедине. Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону плюс 375 29 526 30 75. Кроме того, можно перечислить деньги на баланс номера, который сейчас вы видите на своих экранах. В дальнейшем эти средства будут переведены на благотворительный счет. Татьяна Колокольцева продолжит рассказ о Данииле Страшинском. Это кадры еще прошлого года. Тогда, весной 2013-го, Данил Страшинский вместе с мамой Ладой собирались в израильскую клинику Шнайдер. Не думали, что задержатся так надолго. Но и по сей день Даник с мамой еще там, далеко от родины. А совсем недавно в сентябре Данилу Страшинскому исполнилось 8 лет. Ровно половину своей жизни он борется со страшной болезнью. В декабре 2010-го Дане поставили диагноз – онкология. Затем было лечение. После шести блоков химиотерапии, пересадки костного мозга и лучевой терапии, развитие болезни удалось приостановить. Но во время диагностики в израильской клинике Шнайдер в июне 2013-го года у Данила был выявлен рецидив. Болезнь вернулась с новой силой. Лечение было интенсивным и очень сложным. И спустя полгода появились положительные результаты. Началась долгожданная терапия антителами. Первый блок антителом был очень сложным, очень сложным. Потому что, ну, последствия симптома таковы, что вызывают отечность, высокую температуру. Температура была у нас больше 40, несколько дней. Приходилось принимать очень много лекарств. Приходилось ставить дополнительные катетеры, антибиотики применять. Но все восхищаются дальнейшие больницы, медсестры, врачи. Насколько он мужественно воспринимает все и говорит о том, надо, значит надо. Когда ему очень-очень плохо, он говорит, как ты себя чувствуешь. Он всегда говорит. Лечение планируется закончить до января. По мнению врачей клиники Шнайдер, есть все шансы для его успешного завершения. Здесь важно настроение самого Даника. А он не позволяет отчаиваться ни себе, ни своей маме. Даня находит позитив во всем и всему радуется. А еще он очень хочет вернуться домой, где его ждут папа, две сестры и племянник. Ведь Данил уже дядя. Хотя своего племянника он видел только по скайпу. Не видел. Когда приехал в Израиль, уже поедутся. За прошедший год семья полностью исчерпала все финансовые ресурсы. Чтобы услышать заветное слово «ремиссия», Данику необходимо продолжить лечение тяжелое и дорогостоящее. Это 170 тысяч долларов. Актуальным сейчас становится для нас материальный вопрос. Вернее, отсутствие денег вообще. Мы не в состоянии платить за каждый блок, а их нужно пройти нам пять. Первый уже Данюша прошел, и мы не оплачиваем его полностью. Увы, мы заплатили уже столько денег, тоже благодаря неравнодушным, добрым людям, которые весь этот год на протяжении года поддерживали нас. Поэтому мы огромную сумму денег смогли заплатить за противоэцидивное лечение ранее. Но сейчас этот вопрос остается актуальным. И очень хорошо. Нам очень нужны деньги. Раньше Даня мечтал стать капитаном корабля, а потом капитаном всех роботов. Сегодня этот мальчик уже понял самое главное – просто жизнь. И он знает цену этой жизни. Сейчас он мечтает только об одном – быть здоровым. Потому что он понимает, когда он сдал, у него есть все. Он пойдет в школу, у него будут друзья, у него будет будущее. И тогда, естественно, появится другая личность. И я уверена, что она существует. Семья очень благодарна всем, кто откликается на просьбу о помощи. Очень будем надеяться, что среди наших телезрителей окажутся неравнодушные, кто по возможности сможет оказать помощь Даниле. И тогда бы мальчик вернулся к своим сверстникам, чтобы продолжить учебу в школе. Кстати, об учебе. Заканчивается сентябрь, и наверняка большинство учеников уже адаптировались к школе после каникул. Ну а если кто-то еще с трудом просыпается по утрам или делает уроки, то специалисты напоминают, что секрет прост. Главное – придерживаться железного режима. Все строго по часам. Отдых, прогулки, уроки, компьютер или спорт. И тогда будут силы, здоровье, ну а значит и успех в учебе. А вот героям нашей рубрики «Человечики» еще рановато думать про учебу. Поэтому, не ограничивая их режимом, позволим вдоволь сегодня порассуждать. Ну, мое любимое место отдыхать – в санатуре. Там плавать можно, отдыхать, загорать. В общем, там еще можно, там делают себе массаж, спичи, дулы. Но вообще, это место, знаете, я там была уже три. Летом я отдыхала, загорала. Я загорала у бабушки в деревне. Я у бабушки в деревне купалась в бассейне. К нам приходил мой Владик, кавалер. И он с нами плавал в бассейне и гулял. Я отдыхал, я ездил, я поболел, потом я поехал на отдых. Мы там разжигали костер, а потом, когда мы закончили, я пошел попросил лелики на скейте, я очень прикольно катался. Я была на речке с мамой, с папой, с сын, с братом и с сестрой с Аней. Я когда бабушки уезжала, мы на юг ездили, там загорали, купались. Я вот боялась тогда еще заходить, боялась дурак там. Еще рыба, акулы, вот точно там, акулы я были. А еще дельфины есть. И он, я вот хотела сеть, села на пешок прямо. А он, конечно, ну, поплыла куда-то. Ну, на каникулах я ездила на мою с моей подушкой Настей. Настя тоже. И ей было 11 лет. И мы с ней купались. Потому что, когда мы с ней купались, то я болела. Мама шла до колен, чтобы я чуть-чуть колен не намокала. И я так хочу, чтобы ходила. Мы там на камушке большом рисовали человека, головой его собачку. Котиков, цветок могли. Могли называть детский сад, вот домик. Я летом отдыхал на море, и я видел там медуза. Еще играл все машинками, ел персики и мороженое. А вот еще на каникулах пошил. Когда я не знала Настю и думала, что это Лиза, то мы с ней пошли в парк с мамой и с моим крестным. И там мы катались на качелях. Потом, когда мы переехали, то мы пошли к крестному Диме в гости. Потому что это мы крестные. Тюнов залей на рояле, на жак-клабиши. Тюнов залей на рояле, на жак-клабиши. Достой, не спеши. Прочь сомнения. Все оставьте у вас. Зажигает эта музыка. Сегодня мы танцуем джаз Все танцуем джаз Мы танцуем, мы танцуем джаз Мы танцуем, мы танцуем час. Танцуй вместе, не стой на месте, Все мною повторяй. Всегда мажоры звучат таковы, Добой запоминай, Это мутно будет на веках. Зажигает джазу музыка. Зажигает джазу музыка. Я танцуем час, Тут танцуешь час. Мы танцуем, мы танцуем час. Мы танцуем, мы танцуем час. В темном зале Все танцуем час. Зажигает джазу музыка. Зажигает джазу музыка. Зажигает джазу музыка. Согласитесь, что все мы без исключения Рано или поздно становимся жертвой рекламы. Каждый раз, покупая то новый телевизор, то холодильник или стиральную машину, нередко обнаруживаем на балконе, например, порядком скопившуюся и давно уже устаревшую ненужную технику. Опасно ли хранить электронный мусор дома и куда можно сдать старую бытовую технику? Ответы на эти и другие вопросы узнаем у гостя программы. В студии Александр Човжик, генеральный директор акционерного общества Брест ВТИ. Александр Дмитриевич, доброе утро. Доброе утро. Рады вновь видеться в нашей студии. Взаимно. И вначале давайте все-таки еще раз напомним, все-таки и в прессе много об экологическом такси пишут. И в то же время уже с момента, когда мы последний раз виделись весной, прошло сколько-то времени, у кого-то возможно вновь что-то старенькое накопилось. Напомним нашим телезрителям, опасно ли, вредно ли, стоит ли вообще хранить эту старую бытовую технику? Ну, во-первых, это бытовые неудобства. Загромождение помещений, коридоров, подвалов и так далее. Во-вторых, особенно это касается холодильного оборудования, для заправки которых используется фреон. И при длительном эксплуатации или длительном хранении происходит испарение фреона, что является очень отрицательным фактором на окружающую среду. Ну, а если говорить о этом оборудовании, то оно не используется, оно где-то стоит. И это пристальное внимание детей разобрать, разломать, раскрутить. В результате можно порезаться и так далее, и так далее. То есть причин для того, чтобы избавиться, или оснований для того, чтобы избавиться от этой техники, предостаточно. Но я хотел бы здесь подчеркнуть некоторые моменты. Ну, во-первых, принимает решение о том, избавиться, либо не избавиться, либо использовать устаревшую технику где-то для таких целей, принимает решение только собственник, только хозяин. Второе, если принято решение избавиться, ни в коем случае не нужно выбрасывать куда попало. Потому что чревато определенными неприятностями. Ну, вот здесь надо сказать, что и штрафы на сегодняшний день существуют. Да, чревато определенными неприятностями. Штраф налагается экологическими службами в размере до 50 базовых единиц. Александр Дмитриевич, мы здесь говорим о том, что даже нельзя около подъезда, ну, вот как раньше, мусорные баки оставляли... Нельзя возле подъезда, нужно только в строго определенные места. Либо одрузить специализированным организациям. Здесь тоже я хотел бы подчеркнуть, что эти специализированные организации должны иметь право на такую работу. Ну, вот, например, вы. Можно же позвонить вам, да? Например, мы. Мы как раз имеем это законное основание. Экологическое такси называется, правильно Александр Дмитриевич? Ну, это наша услуга. Да. В чем она заключается? Принцип такси. Да. Вызов. Вызов. И наши работники приезжают на машине к тем, кто не может собственными силами спустить с этажа или достать с подвала. Это делают наши работники и по вызову выполняют эту услугу и привозят технику на предприятие, на переработающую. По какому телефону можно обратиться к вам? На каждом филиале нашего предприятия имеются диспетчерские службы, имеется транспорт закрепленный, имеются работники, которые занимаются погрузочными и разрушенными работами. Эти диспетчера, телефоны в рекламе и в жировках мы печатаем периодически и заказы принимаются. В каких городах нашей области можно воспользоваться услугами экологического такси? Кроме Брест уже мы знаем, что можно. Значит, по Брестской области два пункта открыто, это Брест и Баранович, третий на подходе, но заявки мы принимаем в Бресте, в Пинске, в Барановичах и от городов, которые находятся рядом и населенных пунктов, которые находятся рядом. Я должен сказать, что активность довольно неплохая, вот в частности по Брестскому пункту за период с начала года мы приняли более тысячи заявок. То есть это говорит о сознательности наших граждан? О сознательности наших граждан, но в этой части я бы хотел свое мнение высказать. На мой взгляд, информированность населения еще недостаточно. Будем надеяться, что сегодняшняя программа как-то поспособствует? Да, сегодняшняя программа должны подключаться, я думаю, более активно и коммунальщики, и экологические службы, даже молодежные организации. Это же наша общая гражданская задача. Александр Ильич, вот Вы сказали о том, что из любого города можно заявку к Вам, попросить, чтобы приехало экологическое такси. Долго ли, может быть, придется ждать приезда? Возможно, кто-то захочет, чтобы прямо на следующий день. Давайте предупредим, что, возможно, сколько-то дней придется подождать. Правда? Обычно, от двух дней до двух недель. Обычно. Почему? Мы, к сожалению, не можем реагировать на каждую заявку сразу. Да. Потому что это довольно серьезные затраты. Мы формируем заказы, определяем маршрут, в зависимости от географии, от логистики заказов, оговариваем сроки и время приезда. И после этого начинаем объезд транспортом с целью, чтобы машина, которая вышла по маршруту, была загружена полностью. Вот в таком режиме мы работаем. Я бы хотел сказать, что есть определенные рационные сбои, но мы их знаем и справляемся по ходу дела. Ну, я думаю, что процесс это относительно новый, правильно, работа с населением. Да, да, конечно. Поэтому все впереди. Несколько снов о том, платно, бесплатно для наших телезрителей, Услуга для населения бесплатная. Ну, все равно удобство есть, да. Приехали, забрали, увезли. Право выбора. Никаких проблем, да. Спасибо вашему за участие в нашей программе, Александр Ильич. Хорошего дня. Спасибо. Взаимно. О том, куда можно сдать непригодные к использованию компьютер и бытовую технику, говорили сегодня с Александром Човжиком, генеральным директором акционерного общества Брест ВТИ. Ну, а нашу программу продолжит прогноз погоды на сегодня, 29 сентября. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и прошли отведенные нам для эфира 45 минут. Спасибо за то, что встретили новый день вместе с нами. Кстати, хронометраж нашей программы вполне вписывается в рамки, которыми ограничили ученые просмотр телевизора. Специалисты советуют смотреть его не более двух часов в день, чтобы не навредить тем самым ни здоровью, ни фигуре. Надеемся, что вы всегда найдете несколько минут для просмотра утреннего эспрессо. Меня зовут Екатерина Тарасевич. До новых встреч на телеканале «Беларусь-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова